День поста за Россию О сиротах нашего города, о сиротах нашей страны. И пусть это будет определенной параллелью, мостиком. Когда мы будем молиться за наших детей после того, что мы сейчас увидим и услышим, то поблагодарите Бога за то, что у ваших детей есть родители, и вы ими являетесь. Но мы также будем молиться о том, чтобы вокруг нас сиротство как явление исчезло. Но начинается это исчезновение сиротства как явление тогда, когда люди принимают отцовство, принимают материнство, через то, что когда-то стали сыновьями и дочерьми своего небесного отца. И поэтому пусть сейчас вот этот материал, он позволит нам понять и почувствовать, а где мы по отношению к этим людям? Что в моем собственном сердце? Исцелено ли там сиротство до конца? Потому что если есть сиротство внутри, оно будет ранить других. Потому что это боль, потому что это определенного рода колючки. И поможет нам Господь сейчас отнестись к тому, что мы услышим. Отнестись сердцем, отнестись молитвой, отнестись позицией. Пожалуйста, Елена Васильевна. Елена Дмитриевна, уже все сказали. Самое главное. Знаете, где-то, ну больше чем немного 20 лет назад Господь сказал мне, когда я искала Его служение и просто просила. Вот если мы просим и хотим чем-то угодить Богу. Сказать, Господи, где Ты хочешь видеть меня? Где Ты меня хочешь видеть? Я просто несколько месяцев стояла и молилась. И Господь мне открыл Своё слово через послание Акова. Великое благочестие перед Богом и Отцом хранить, не осквернённым от мира, помогать сиротам и вдовам. И Он мне через послание Акова это говорил, а потом несколько раз говорил это во сне. После этого я стала заниматься детьми на улице, кормить детей. Столовая такая была на Боровой стрит-край. Потом открылся приют. И вот в этом году приюту исполнилось уже 20 лет. У нас частный, негосударственный приют. И слава Богу, за это время прошло более 700 детей. И каждый ребёнок, кто прошёл, он услышал о Господе. И каждый ребёнок, кто был у нас, он не бросил своих детей. Сейчас уже некоторым детям почти под 40 лет, потому что раньше были дети и от 5 до 20 лет. И сейчас также разный возраст дети, которые к нам приходят. Но самое главное, что мы можем туда сеять. Знаете, мы можем веру свою показать любовью к этим детям, показать им, насколько они драгоценны для Бога. И мы даже не знаем, что у них там в сердце, как у них живёт Бог. И короткое время они были длинные. Но Бог верен, что Он эти плоды, Он сам возрастет. Бог знает времена и сроки. Если Он когда-то нас привёл, кого-то в 30 лет, может, кого-то в 50, то Бог знает времена и сроки для наших детей. И особенно хочу сказать про детей-сирот. Вот такая статистика неутешительная по России. Я хочу сказать, что после и до войны, и после, знаете, количество-то не меняется. Это статистика из разных источников. В России 500 тысяч детей-сирот. Вот это только те дети, которые стоят в банке данных, или которые усынены, или приёмные семьи, или находятся в соцзащитных учреждениях, в детских домах. Вот. По статистике Генпрокуратуры, 80 детей, выпускников детских домов, они никогда не смогут адаптироваться к самостоятельной жизни. 10% самоубийством заканчивают свою жизнь. И только 10% из этих детей, они могут состояться в жизни, они могут получить образование. И, вы знаете, это только дети, у которых есть статистики, которые зафиксированы где-то. Но от 1 до 6 миллионов детей, так называемые дети улицы, это дети, оставшиеся без попечения, которые где-то бегают. Вот недавно к нам в приют поступила девочка, 11 лет, она никогда не училась в школе. Она жила в Петербурге. Она не умеет ни читать, ни писать. Ну, в общем, Бог хочет, чтобы все эти дети встретились с Ним, с Господом. А встретятся они с Господом могут только через нас, через нас в молитвы. Если мы благословляем своих детей, мы благословляем также тех детей, которые находятся в детских домах, в домах малютки. Понимаете, мы часто всегда говорим, даже вот сейчас я просто без обиды скажу, что в церквях даже всегда вот тут наши дети, наши дети. Редко кто вспоминает, что эти есть дети. Если бы мы сейчас увидели вот эти тысячи детей, которые лежат одиноки в домах малютки, наверное, бы сердце бы нас это не выдержало. Я просто призываю каждого, каждое сердце матери или отца, просто в молитве приносить их, чтобы Господь, Он как верный Господь, Он как их отец, Он хочет быть их отцом. Он дает обетование в ветхом завете, в новом дает. Он просит просто, Он дает, что мы не должны проходить мимо сирот, мимо вдов, оказывать прием странникам, потому что это сердце Бога, это его сущность. Сущность Бога – это любовь. И вот эта категория детей самая беззащитная, она идет даже впереди сирот. Сейчас я сразу скажу, чтобы после фильма ничего не говорить. Я хочу сказать, что каждый из вас, он может принять участие в этом служении. В нашем приюте сейчас социальная квартира, рассчитана всего на 15 детей. Но, знаете, у нас всего 6 человек, которые приходят. Это очень тяжелая работа. Детей, которых мы берем в опеку, мы берем сами в опеку. Я знаю, что, слава Богу, и здесь у вас есть приемная семья, из Божьей милости я верю, что эти дети замечательные, они уже посвящены Богу. Так и мы стараемся, потому что самое худшее – это детей. За последние 6 лет только трое детей у нас ушли в детский дом. Хотя вот за эти 6 лет в социальной квартире, наверное, более около 50 детей было. Стараемся вернуть в семью, работу с родителями. Ну и я думаю, что когда вы посмотрите фильм, это будет лучше всего, что я вам говорю. Самое главное, чтобы дети встретились с Богом. И каждый из вас может, у каждого, каждому из вас дал вообще Бог дар. Мать, отец. Просто дал дар Божий. У каждого есть дар учителя, музыканты, еще у кого-то. Я просто приглашаю вас в свой приют. Хотя бы раз в месяц, раз в неделю. Вы можете прийти и просто прессовать с этим ребенком. Вы можете пригласить его в гости. Вы знаете, вот за 20 лет всего один раз из церкви пригласили детей на день рождения своих маленьких детей. Хотя я хочу сказать, что я так призываю иногда. Ну так вот как-то, знаете, своим детям праздник. А про этих им и так хорошо. Конечно, и детям хорошо, их укормят хорошо. Но 50%, даже 60%, помогают людям неверующим. Их сердца как-то больше открыты. У нас группа есть открытая ВКонтакте, называется «Детский приют жизни». И там у нас такая жизнь такая кипучая. Если детям что-то нужно из одежды, какие-то мероприятия, благотворительных организаций очень много, которые как бы развлекают, показывают все. Но самое главное-то, детям нужно показать сущность Бога. Вот именно отцовство должно быть. Знаете, у них нет отца и матери. Даже если они у них есть, а у большинства они есть. Им тоже нужен Господь. Представляете, какое большое поле деятельности для церкви. Мы тут должны вообще работать день и ночь. И в молитве, и во всем. Поэтому я приглашаю. И после собрания я останусь в холле. Если кому-то интересно, я могу даже дать какие-то вопросы по поводу опеки, усыновления. Вообще, все, что касается детей и трудностей воспитания, пожалуйста. За 20 лет мы окрепли в Господе и в воспитании, слава Богу. И вообще это радостно. Знаете, наши дети живут где? И в Германии, и в Америке, и в Италии, и в Аляске. Сейчас вы увидите детей, которые там поют у нас, играют. Даже вот у меня два выпускника ходят к вам в церковь. Мамочка и ходят в детском служении в церковь. Так приятно. Я их просто увидела. Мне было так радостно, когда я вот куда-то прихожу и вижу своих детей. Когда они пишут вконтакте, Инна Васильевна, помолитесь, то и сё. Понимаете, я всё равно их люблю. Я знаю, что они, может быть, не такие вот сейчас вот духовные. Но Господь знает. И они знают Его. Вот это самое главное. Пожалуйста, я хочу, чтобы посмотрели фильм. Большой такой историю. Субтитры сделал DimaTorzok Хотел бы в такой семье жить, где родители не пьющие. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите к нам. Посмотрите, как мы здесь увидимся. В приюте я попала в 1997 году. В то время из-за проблем с наркотиками я жила на улице и тусовалась беспризорными. Несколько раз я пыталась бросить наркотики, но, к сожалению, ничего не получалось. Позвонила, пришла. И что меня удивило, приняли, конечно, очень хорошо, как родную. Я очень рада, что моя судьба сложилась именно так. Что когда-то мне встретились люди, которые неравнодушны к чужой беде, к чужим проблемам. Благодаря любви этих людей я сейчас являюсь живым примером того, что жизнь может быть совсем другой. Что именно любовь, Божья любовь, может изменить жизнь человека на 180 градусов. Я чувствую себя здесь, потому что у меня мама принимает наркотики. Я никогда почти не вижу дома. Мне хотелось бы, чтобы мама, правда, с бабушкой и дедушкой больше не пили. Меня зовут Саша. Мне 10 лет. Как ты тут очутился? Меня отдала бабушка. Мама у меня умерла от передозировки. Она уже на небесах. Папа у меня тоже куда-то пропал. Неизвестно куда. Меня зовут Марина. А меня зовут Юля. Я учусь в первом Б. И я учусь в первом Б. Мы сестеренки. И у нас есть бабушка, мама и папа. Здесь очень уютно, красиво, красиво. Кровать и очень удобно. Живу я здесь уже почти год. Учу себя очень хорошо. На четверке, пятерке. Ну, есть иногда тройки. Но ничего, есть проблемы. Люди очень хорошо. Здесь очень хороший директор, очень хорошие воспитатели. Хорошие учителя. Друзья у меня здесь много появилось. Не свалимся между собой. И мы здесь за всех нам молимся. Вечером собираемся. Дорогая Елена Васильевна. Привет вам из самого красивого города Германии, Дрездена. Столько уже лет прошло, как я начала самостоятельную жизнь вне приюта. И столько изменений произошло в моей жизни. Я скончила Финек по специальности логистика. Вышла замуж. Это мой муж Стас. И на данный момент у нас уже есть дочка полтора годика. И скоро родится второй малыш. Вы стали для меня большим благословением и поддержкой в трудное время. И я очень благодарна Богу за вас. Сердечно хочу поздравить вас в приют с 20-летием. Люблю и обнимаю. Почему-то у нас очутился. Интересно мне знать. Что-то бабушка прибезла, потому что моя мама все время пьет. Как всегда. Как приходится с улицы. Немножко выплывает. Потом она все время пьяная находится дома. Конечно, плохо отнесется. Они даже не думают, что у них ребенок есть. Они выросли. И мы видим, какая в них сейчас любовь есть к нам. Многие пришли с цветами и говорят, что здесь была семья настоящая. Здесь не было воспитателей. Такое самое драгоценное для нас. Что мы могли им заменить родителей то, что они получили в детстве. Вот этой любви и заботы. Скажи, пожалуйста, что тебя здесь привлекает? Почему ты здесь остаешься, например? Почему ты не уходишь? Ну, потому что здесь любят, ждут и заботятся. Меня зовут Оля. Мне 9 лет. Если тебе сложно, то можно просто помолиться. И Господь тебе поможет, если ты в него веришь. А что самое главное? Самое главное, что у нас есть Добрый Дед. Самое главное, что у нас? Самое главное, что у нас есть Отец Небесный. Конечно, Господь открыл приют. Смотрите, если это приют, ну, если такое слово. А за приютом скрывается жизнь. Слово «жизнь» за приютом скрывается. Вы не ожидали, Акима, до этого? Слово «жизнь» за приютом скрывается. Давайте поднимемся. Поблагодарим Бога и поблагодарим Елену Васильевну за этот подвиг жизни. Потому что на самом деле судьба одного человека – это много значит. Если кажется не так много, то представь себя на этом месте. И как бы ты тогда подумал, на самом деле, как нужны люди, которые вовремя откроют сердце, откроют дверь. Я понимаю, что не каждый готов на усыновление. Но каждый готов отдать хотя бы чего-то, частицу себя, времени, каких-то, может быть, праздников, которые вы можете предоставить этим детям. Поэтому я вас благословляю, друзья. Господь в процессе меняет наши сердца, когда мы там оказываемся в каком-то необычном месте. И далеко не всегда люди готовы в этом необычном месте задержаться. Но пусть Бог поможет нам, потому что это будет менять наши сердца. Это точно. Будут преображаться наши жизни, наши судьбы. Потому что мы когда-то были все присутствующие здесь усыновлены Богом. Он протянул к нам руки и сказал, ты больше не будешь сиротой. Я тебя делаю своим сыном и своей дочерью. И поэтому он хочет, чтобы сейчас сыновство, оно лилось из нас и через нас. И сейчас пусть ваши дети подойдут к вам. Положите на них руки. Мы сейчас исповедание сделаем на партнерство с нашими детьми, прежде чем они уйдут из зала. Мы помолимся сейчас и о том, чтобы Россия не была в сиротливости. Но также, чтобы и дети наши никогда не узнали этого страшного явления, как сиротство. Поэтому давайте, кто дети уже подошли, пожалуйста, независимо от возраста, благословляем сейчас наших детей. И произносим эти слова, которые вы увидите на экране. Я верю, что твое слово утверждено на небесах. И дано нам, жителям земли, для защиты. Успеха, раскрытия даров, для полноты радости и удовлетворения. Ты сказал, что дети – это твой дар в нашей жизни. Благодарю тебя, что ты сотворил их уникальными, даровитыми и дал им душу добрую. Я признаю в каждом из них твою проявленную мудрость, выраженную в разнообразных дарах и способностях, нужных именно на это время, в которое ты дал им родиться. Благослови меня и помоги мне вложить в их руки тот завтрак, который накормит тысячи людей. Передать ту информацию, которая освободит от проказа людей, достигших высоких позиций в обществе. Помоги мне не препятствовать им приходить к тебе и исполнить свое призвание. Я принимаю детей партнерами в твоем царстве. Ты поможешь мне, Господь, быть проводником твоих благословений в жизнь моих детей. И я увижу их делом твоих рук. Каждый из них жаждет общаться с тобой, читать твое слово и слышит голос твой, молится и служит тебе. Вместе с Иисусом Навином говорю, а я и дом мой будем служить Господу. Сделай над моими детьми то, что ты сказал через Исаю. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народам суд. Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народов, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Все это передаю первосвященнику моего исповедания, молясь Небесному Отцу во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Драгоценный Господь, я молюсь сейчас вместе с твоим народом о России. Мы благословляем, чтобы сиротство, как явление, было исчерпано так, чтобы каждый ребенок нашел семью, чтобы каждый рожденный ребенок не терял семью. Мы молимся, чтобы эти преображающие процессы ты производил в сердцах и умах тех людей, которые сегодня еще не знают тебя. Но я благодарю тебя за такие руки, за такие сердца, которых ты уже взял в удел и раньше, Елену Васильевну и тех людей, которые сегодня уже и в нашей церкви, и в нашем городе это делают. Благодарю тебя, Господь, за всю страну, где есть такие дети, есть такие люди, которые принимают их к себе. Но сейчас я прошу о том, чтобы ты дал каждому понять, а что ты ожидаешь от нас лично, какое участие в этом процессе, чтобы дети получали тепло, чтобы дети получали послание любви, чтобы дети были научены самым элементарным навыком жизни. Господь, я благодарю Тебя, что мы молимся сегодня о России, чтобы она не оставалась в сиротливости, когда сердце Отца к ней открыто, когда сердце Божье открыто для прощения. Поэтому прошу тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, яви свою благодать и милость для всей этой огромной страны. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok